Менделеев Менделеев Мы просто приходим сюда транзитом Мы думаем, нет, это все здесь мое уже Все мое Я хотел, чтобы вы, может, какие-то вопросы задали Какие-то, может, темы Интересуют более глубокие Или более широкие Потому что вот Илья какие-то непонятные слова говорил Может, на этом шуме Какие-то драмы Последняя хорошая история По объединению Мне просто очень понравилась история Которая сменила В моем понимании Более большие религии Лидическую культуру и буддизм Потому что я на входе Привидущих буддистов Наконец-то, что он был Без личностным аспектом То есть, что Бог не существует Иванова, Свет И так далее Лави при всех поднялся Привидущих буддистов задал ему вопрос Святой Личан Я ему сказал Какой Лам? То есть, имеющий нечто Может дать ему другим Как же без личности Могло породить всех этих личностей На что Лам, не моргнув глазом Так еще в результате А ничего без личностного нет Просто вас запутали Вопрос, пожалуйста Столько громко, чтобы я услышал Хотел бы спросить про волю, пожалуйста Покажите, как здесь встроена ваша схема Воля? Воля, да Воля человека и воля божественного Воля исходит от разума Воля — это умение контролировать ум Эмоции и чувства Такой человек на санкрики называется Госвами Тот, кто покорил свои чувства Свой ум Он действует должен на основе разума Вот смотрите, в простом примере с мороженым Помните? Воля проявится просто, что человек Он пройдет мимо мороженого В данной ситуации Он проанализирует Ему сказал врач Сейчас мороженое Ну воздержись Пару-тройку дней Не умрешь Вот Он проявит Возьмет волю в кулак Вот На основе разума Он победит в свою ум Который отвечает Нет, нет, купи Плюнь на врача Просто купи Здесь человек Он проявит свою волю Воля — это энергия души Тоже Называется на санскрите Решимость По сути дела Нужно проявить определенную решимость И сконсультировать То есть Эта энергия исходит из разума На уровне ума Практически Уже там человек не проявляет волю Да Если он может ум свой Как санскрить И направить В нужное Как бы Направление Это есть проявление воли Понятно Или что-то еще Есть анекдот Хороший Божественная воля А, божественная воля Это другая вещь Сейчас анекдот На эту тему Когда старался Постанавливать Немного ларька У меня есть Вольные намерения Не буду Не буду Проходить Я могу Вернулся Божественную волю Божественную волю Он всегда 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 Он может ощущать Этот глаз Это повеление Это желание Знаете как вот Мы ехали сегодня сюда Я открыл окошко И там были розы В виде Это шиповник И такой запах прошел Они далеко Но я ощущал их запах Я ощущал их присутствие В расстоянии Таким образом Передается Чтобы ощутить Понять божественную волю Нужно подняться На освобожденный уровень На телесной концепции Иначе Говоря Людями с вами Человек может сам себе придумывать Вот мне Бог сказал Знаете Ко мне подошел один человек И он сказал Что-то мне Бог сказал Там Дай мне 1000 рублей Вот На что я ему ответил Когда он мне скажет Тоже Я тебе отдам Понимаете Человек на уровне ума Который находится Ему тяжело Он начинает придумывать Плавать Своей какой-то Своей какой-то Виртуальной реальности Придуманной иногда Зачастую Что такое Бог Он начинает придумывать Додумывать Поэтому в ведическом процессе Есть такой момент Начало практики Должен быть Либо Духовный наставник Либо Священное Писание Который подсказывает В каком направлении Все-таки двигаться Как правильно Йогой заниматься Первые йоги Советские Я знаком Даже Которые просто занимались Физической йоги Фактически все Себе шеи Шеи и позвонки Поздвигали Сами что-то пытались Стояли по полчаса На голове Потом Истребления получали Из-за того, что не было Человека Который им поможет Постар Поэтому, чтобы понять Что такое Божественного Либо она проявляется Через святых людей Если человек свят И он очистился И у него нет эгоцентризма И он бескорыстный Полностью Живет для других Тут и люди Которые живут Полностью для других И учили нам для себя Через них Как раз тоже может Проявляться Боже Она может проявляться По-разному Можно уметь ее услышать Увидеть Это искусство Такое Небольшой набросочек Я вот Еще такая вот фишка Про знаки хорошие Если человек понимает Что есть Но Воля же означает Контроль По сути И о чем Как он говорил Что В центре всегда Как бы стоит Бог Нужно понимать Что это именно то Что контролирует Вселенную Это не просто нечто Что такое Я самый главный Со скипетром И короны Но это нечто Что все контролирует Держит в порядке То есть я говорил Что тапочек этот Сейчас не рассыпается И в стрекозу Не превращается Потому что нечто Его сдерживает То есть есть определенный Контроль энергии Абсолютно очень четкий Причем Но есть какой-то Абсолютный контроль И когда вот С этим контролем Ты как бы То есть ты понимаешь Что есть Начинаешь с этим дружить Он с тобой Начинает общаться То есть вот Точно так же То есть набор случайностей Становится Цепью Повседневной Мы точно так же Ехали сюда На Малакеш Мы ехали сюда Цепь Ховы Мы ехали 1200 километров Единственный раз Нас остановили Единственный раз Мы в Сталинском Подъехала Случайная машина Опустилось Стекло И человек Попросил Это у вас есть Сжигалка Он так высовывается И я вижу Что у него на руке Ленточка с пховом То есть да То есть единственный человек Которого мы встретили На дороге Это был человек Который тоже С дыркой голове С пховом То есть такой Привет сверху Я хочу Немножко Вот этот вопрос Раскрыть Насчет воли Тоже Спасибо Это интереснейший вопрос Он немножко поднимает нас в другие сферы Надо понять Что хотя личность Она все контролирует По помощи Своих энергий Но есть Действие закона любви Закон любви Закон любви Значает Нет какой-то навязчивости Нет навязывания Понимаете Божественная воля Она не навязывается Вы не можете навязать Какую-то любовь Сказать завтра Притихать Завтрашнего дня Люби меня Так не работает Вы не можете привезти лошадь К водопою И Если она не хочет Пить и заставить Кажется один раз Только можно У таких лошадь Но не может Насилие и любовь Это разные вещи И мир так создан Он создан Из любви Хотя здесь Энергии действуют И достаточно жесткие Законы Но сама воля Божественная Она не навязывается Это очень интересный момент Это то чему нам нужно У него учиться Зачастую мы Навязываем себя Любим людям Своё какое-то понимание Своё видение Вот Все хотим Чтобы были такие Как мы Как правило Но вот Божественная чистота Она основана на любви И здесь Нет никакой Навязчивости Какие-то вопросы Да пожалуйста Опять же о воле Процесс Проявление воли Своим каким-то Желанием Сопряжён С подавлением Своих желаний А подавление Их Оно не приносит Радости В этот момент Никто не говорит Комфортного состояния В этот момент Нет Я понял Спасибо большое за вопрос Каким образом это может Со временем Устраниться Хороший вопрос Хороший вопрос То есть иногда В начале Радости не испытываешь От какой-то деятельности Которая в принципе правильная Теоретически Теоретически Мы разумом понимаем Теоретически означает Что мы где-то разумом понимаем Это хороший вопрос очень Потому что В Бхагавадрите описывается Счастье В трёх гунах Или в трёх модусах Энергии материальной Первое счастье Это счастье В гуне В страсти В начале Оно описывается Как нектар Но потом Быстро превращается В яд Человек Что-то хочется Чувства соприкасаются Или вот например Человек захотел интоксикации Какой-то выпил Но наутро Он понимает Что очень не надо было Этого делать Понимаете В начале Это кажется Чем-то прекрасным Но в конце концов Оно неименуемо Превращается в яд В невежестве Оно в начале яд И в конце яд В начале Ничего не привлекает И в конце Вот Но в благости Говорится В добродетели Счастье В добродетели Она проходит Знаете Как через стерни к звездам В начале Обязательно Какие-то испытания Какие-то неприятные Какой-то контроль Если вы хотите что-то получить Нужно что-то отдать Убрать Может это что-то ценное И вам очень нравится Но если вы действительно Хотите получить боль Вы сидите Вы голодны И у вас в руке Там я не знаю Корка зеленого хлеба Который уже даже голоду не позавится Но кто-то вам предложил Я не знаю Пиццу Придется это отдать Чтобы получить И иногда Может быть у человека Сомнения какие-то Это происходит только через опыт Вы сами должны получить свой опыт Если я встаю рано утром Я знаю что это хорошо Для тела Для моего эмоционального подъема Для здоровья Это мой опыт Раньше я может об этом в книжке прочитал Что рано встают Тому Бог дает Ну да здорово Но есть как говорится У нас есть Жаворонки А я сова Я хочу вас Может немножко разочаровать Нет сов никаких Вообще нет Просто нет сов Есть законы Это поверение Законы этой вселенной Солнце встало Куровейщик встал Все Надо вставать Это ее законы Просто кто-то идет против И думает Я сова И потом болеет У него начинает Вот сколько не спит У него такая вот голова Пробовали иногда долго спать Много уже И днем И все Потом с какой головы люди просыпаются Есть определенные законы Луны Солнце Они влияют на этот мир Если мы живем только законом Иногда это не всегда приятно Вначале человек думает Вот Ну вот я сова И мне не хочется Менять свой ряду дня Режим И естественно Он опыт не получит Например Я взял банку с медом Например Здесь баночкой написано К примеру Мед сладкий Что мне нужно делать Чтобы вредиться Нужно проверить Самое реальное Это нужно иметь опыт Поэтому Если вы где-то что-то прочитали Вот это И вы разумом понимаете Да это важно Например Куриль не вредит вашему здоровью Сейчас знаете Уже больше и больше Становится на пачках Кажется Вот это курение вредит Это разум А ковбой Мальборо Это ум А нет Ты че стань крутым парнем На лошади Это ум А разум он и говорит Если человек живет на платформе Ума Ему кажется Да я крутой Знаете что этот парень Умер от рака лёгких Он умер от рака лёгких Он умер от рака лёгких Я вам скажу А этот ковбой Умер от рака лёгких Поэтому Чтобы понять Что курение вредит нашему здоровью Нужно какой-то опыт получить Поэтому Если например Вам что-то в начале Кажется Тяжело Да Тут тоже надо правильно действовать Смотрите У пружины есть такой эффект Если вы сильно сжимаете Она очень сильно даст обратку Я видел людей Которые постятся Например там Много Человек постится 10 дней Потом он съедает Запас месячный Я говорю Лучше не постись Ешь по чуть-чуть Он постится Постится Держит Держит Вообще непонятно при чём При чего Он это делает Потом он просто съедает Месячный запас В доме Вот И болеет Понимаете Поэтому пружину нужно знать Как сжимать Пружина это ум Мы говорим о работе с умом сейчас Если лошадь Если вы наездник Если вы сильно потянете лошадь Вот Она просто понесёт А если отпустите совсем Она будет сама путешествовать Между берёзок где-то Можем Поэтому Практика йоди означает Насколько нужно сильно Вот эти желания И напрячь И настолько их нужно отпустить Для этого как раз нужен Какой-то человек Который уже прошёл Через какие-то вещи Много раз наступил На какие-то грабли Можно с вами поделиться Знаете Есть несколько Три типа разума Первый тип разума Человеку достаточно выслушать Потому что сказали Не суй пальцы в розетку Я вот сувал И ничего хорошего не закончил Я тоже сунул Он подумает Ну ладно Это высший разум Есть другой разум Думает Мне надо соревноваться Всё равно Вот мне сказали Я попробую всё равно Сунул пальцы Сунул разок Всё понял А есть третий разум Они все время суют Эти пальцы Уже сто раз человек Обжёгся на какой-то вещи Бывает да В жизни Господь составляет Такую какую-то ситуацию Мы обжигаемся Какой-то урок должен извлечь Ошибки совершать Неплохо я вам скажу Но глупо их совершать постоянно Понимаете Мы совершили какую-то ошибку Ну В отношениях Ну Кого-то обидели может быть Так или иначе По нечистоте сердца Но надо сделать какой-то вывод Всё-таки И не совершать их второе Вот это разум называется Разум он должен накапливаться Поэтому здесь Вы должны Каждый конкретный случай Вот в вашем вопросе Должен конкретно Рассматриваться Лучше всего тем человеком Который знает Уже прошёл Уже наступал на грабли Уже шувал эти пальцы Вот у меня есть то же самое Такое же По этому поводу Личный повод Йоги Пока не было нормального инструктора Да Мы ходили вот Видимо К ребятам Которые тоже были Молодыми учениками Я тоже помню Что мне очень всё не понравилось Потому что нам Когда показывали Все эти положения Да Асан И вот мы выламывали руки-ноги Мне было очень больно Потом всё болело И так мне это отбило всю охоту Вообще там заниматься Когда я ещё был Совсем там юный Молодой А потом нашёлся Нормальный как бы человек Да Которым я пришёл заниматься И я вот там тоже Он такой говорит Вот сделайте вот это Я так Он говорит Да куда Куда Стой Вот он мне объяснил Вот этот же самый принцип Должно быть усилие Но не должно быть насилие Почувствуй разницу Ты должен сделать чуть чуть больше чем ты можешь Но не надо боли Тело не должно испытывать насилие Это самый главный принцип Не применяй насилие ни к чему Ни к себе Ни к другим Ни в том числе к своему телу То же самое с любой йогой Чтобы это было в радость Это должно быть усилие В радость Но не надо делать больше чем Еще Еще Потому что Сморить ничем это плохо Усилие больше Это означает имитация Имитация Кто-то может больше И он начинает струбитировать Нужно не имитировать Нужно следовать Это две разных вещи Мы не можем сказать Завтрашнего дня Я святой вообще Вообще люблю всех Кроме вот этого Вот этого Нельзя Это не искусственная вещь Нельзя имитировать Нельзя имитировать Тихоньку следуя Очищая сердце Знаете, когда два человека Конфликтуют На начальном этапе духовном Как думают люди Что виноват Он А потом да Когда он немножко развивается Может я тоже что-то не так сделаю Может я как-то над ним над собой поработал Вот это все должно пройти Как бы гармонично Как Илья говорит Без насилия А тот кто думает Что все время он виноват Который думает Что все время он виноват Тогда вот человек Не прогрессив Это зависит от личности Кому-то и доли секунды На самом деле Для совершенства Нету времени Можно этой доли секунды Достичь Это зависит от вас На каком вы уровне уже находитесь И с какой практикой занимаетесь Сколько находитесь Смотрите Вначале Помните я говорю Если вначале определить Кто есть я Где я нахожусь Чего я хочу достичь И третий вопрос Любой философии Как это делать Это называется самбанха Абхидхея прайоджина Самбанха это основа Что есть я Что есть мир Да Абхидхея какова То есть прайоджина Какова цель Чего я хочу в жизни Даже в бизнесе это пригодится И каков путь Вот если вы вещи определите Чего вы хотите в жизни Мы все должны Мы все должны определить Чего мы хотим от жизни Иначе мы этого никогда не достигнем Если мы не знаем Что есть цель Мы к ней никогда не придем Я уже знаю А так цель Вот я люблю всех Любовь Свет Нирвана Нет Какова цель Баскирский ход Хорошо по другому В Алисе Когда спросил Алиса А куда ты хочешь пойти А мне все равно Тогда все равно Куда идти Да И с временем проблем тоже нет Нет Она спросила По какой дороге мне идти А он говорит Да зависит от того Куда ты хочешь попасть А вот все таки цель важна Видите Надо выбрать цель Куда ты хочешь попасть Поэтому здесь в принципе Вопрос не во времени Вопрос от того Насколько уже квалифицированный Человек Сделать этот шаг И насколько он понимает Моя о чем Куда вы делаете Это Платформа Има И платформа Разума Сознание Сознание Смотрите Это то чем обладает Душа Вы обладаете сознанием Сверхдуша Творец Обладает сверхсознанием В чем вопрос Теперь Как связать Это и есть йога Знаете, нужно жить с ним в гармонии, и тогда на самом деле... Вот смотрите, я хочу полить дерево. Я как прихожу, я листочки поливаю? Полю листочек я. Дерево, попей. Что-то оно засохло через неделю, да, друзья? Мы поливаем корень. Душа, она находится в гармонии со сверхдушой, то есть с Творцом. Как говорится, она должна исполнить свою функцию, полить корень. Корень в данной ситуации – это сверхдуша. А если я хочу, например, пить, вот Илья хочет пить, и он мне скажет, что так, ну дай, пожалуйста, попей. Я ему на голову вылезу. На, попей! Разве он насытится? А лисус кушает сухарик. Нет, смотрите, надо поместить пищу или жидкость, отдать в желудку. Тогда все будут счастливы. А если рука будет думать, да я сама без желудка буду наслаждаться. Мой пальцем, луком я засуну. Нет, вот это сознание Бога. То есть нужно понять, что центр есть, корень мироздания есть, творит вся деятельность происходящая в него, как бы с пониманием, чего он хочет. Вот это сознание, оно связано с сверхсознанием. Когда вот это находится гармония, в принципе, человек, он не совершает ошибок, и как можно сейчас говорить, не несет новые кармические последствия. Да, его карма, она сжигается. Мы рождаемся в этот мир, да, в момент рождения. Мы уходим из Луны Матери, сразу штамп. Оп! Звезды. У нас здесь стояла граха. Граха на санскрите означает не просто планета, как в современной астрологии. Граха, она словно завоеватель. У каждой звезды есть и планета есть свой характер. Она поставила штамп и заставляет человеку жить по этому штампу в момент рождения. Но человек может поменять свою жизнь, если он будет вот эти как раз усилия прилагать. Например, простой пример. Там девушка влюбилась в парню. Бывает такое, да? Девушка влюбилась в парню, а и... Нынчик все реже и реже. Нынчик все реже и реже. Ну, так или иначе. Да лым давно. Такое произошло. Иногда бывает, знаете, как это послойцы, Любовь зла полюбишь другого нехорошего человека. Ей мама говорит или папа говорит, Слушай, вообще не связывайся с ним. Ну, проблемы будут. Но ты увидишь, через месяц будут проблемы. Она говорит, я не могу. Эта карма сейчас начинает действовать. Смотрите, но если она послушалась от разумного человека и как-то она не связала с ним свою судьбу, она через месяц, как мама не обещала, не будет испытывать эти разочарования и страдания. Но не каждый способен пройти вот эти первые неприятные моменты. Она не получит опыт. Она может получить... Я, помните, говорил об опыте трех разных людей. Первый опыт – это слушать разумных людей. Если мама для нее авторитет, мама уже получила опыт. Мама уже вот так это опыт уходит. Она получила свой опыт. Правильно. Если дочка разумная, она может прислушаться к маме. Потому что мама уже награбливая, ступила и сказала, «Слушай, дочка моя, вот это грабли». А? Правильно. Но дочка, она всегда и думает, «Ну, у меня-то так не будет. У меня-то точно я пальцы суну в розетку, и только меня не ударь. Розетка другая. А вдруг?» Поэтому я говорю, это зависит от вас, каким уровнем разума обладает. Например, есть такой опыт, что… Спокойно, да, тем более, зачем нам страдать. Она поделилась этим опытом. Есть очень хороший момент. И этот не привел к счастью. Просто… Нет, смысл в том, что… Я про другое говорю. Пример с мамой – это просто как бы как один момент. Как учителя находят, да, очень просто. Как ты своего учителя находишь? Ты видишь человека, на которого ты хочешь быть похожим. Не внешне, а внутренне. Да, ты видишь человека в какой-то момент, качествами которого ты хочешь обладать. Да, и как говорится, только стрелок может научить тебя стрелять, да. Если ты хочешь стать таким, как он, слушайся его, делай то, что он говорит. И ты вскоре станешь таким же. Если ты хочешь научиться быть великолепным пожарным, подойди к пожарному, к самому лучшему, и спроси, как ты это сделал. И он тебе ответит, будешь слушаться его, кратчайшим путем станешь таким же. Поэтому говорю, учителя так и выбирают. Ты находишь самого человека, на которого ты просто хочешь быть похожим, разумного, светлого, счастливого, заметь, да, и говоришь, как ты это сделал. И вот здесь начинается вот эта история. Он тебе говорит, не сует пальцем в розетку, да. То есть, не надо повторять этот опыт, потому что ты уже знаешь, что он это прошел, и он уже таким стал. Есть пример конкретный. Вот он у тебя перед глазами, приучитель, который уже такой... немножко тема ушла, как бы мама это просто пример, для кого-то мама это неудачный пример, просто веда, почитается мать, как бы она, предстотворение примера, целомудрию, то есть для дочки. Мы сейчас говорим о перемене кармы, помните? Это я просто привел пример, что если человек послушался, может, не мама, но друга, какого-то разумного человека, которому он доверяет, учий опыт он ценит, естественно. Никогда не должно быть слепой веры, тоже в данной ситуации. Вы должны проверить человека, которого вы цените, осознать, подумать. Он тоже должен обладать, учитель должен обладать определенными качествами. Если вы подходите к человеку, он говорит, я учитель. А вы его спрашиваете, а у тебя кто учитель? Он говорит, а у меня нет учителя, я сам вообще учитель. Можете смело отвернуться и идти дальше. Это одно из качеств. Учитель всегда ученик. Он не какой-то гордец просто, который говорит, я вообще тут это самое, сейчас вас научу всему, и пальцы веют. Можно вопрос? Да, конечно, нужно. А у Будды кто учитель? Я расскажу про Будду. Сначала не вашу. Разлучала такая аллегория полотенца, где можно собрать и получить, грубо говоря, индивидуальную какую-то существенную. Мне интересно, с точки зрения переходов на разные уровни еще. Смерть человека, то есть освобождение получается от той оболочки, которой она обладает. Не всегда он любит. Пусть скажет. Ну, вообще, что происходит с ним? Он остается тем же собранным кусочком ткани, если представить, полотенце, которое просто меняется как-то с новым опытом. Что происходит с ним? Я понял. Я сейчас немножко расскажу, что происходит в момент смерти. Может быть, этот вопрос будет более ясным. В момент смерти душа, она оставляет грубое тело, но оно уходит в тонком существо. Тонкое тело состоит из наших мыслей, желаний, из наших наработок. тело разума и ума, на самом деле. Даже тело, есть более тонкий элемент, я о нем сегодня не говорил, он называется анкар или ложная эдра. Он более тонкий, чем разум, между душой и интеллектом. И это все составляет тонкую оболочку невидимой внешнему взгляду элемент. Душа, она уходит в этом элементе. Смотрите, какое тонкое тело мы себе создали. Если человек жил как свинья, и уже у него менталитет свиньи, да нет проблем, человек хочет, это любовь. Он хочет жить как свинья и стать свиньей. Тело свиньи будет готовым, не проблема. Понимаете? И вот это зависит от наших тонких тел, от нашей внутренней, как мы это называем, внутренней жизни. Внутренней жизни это состояние тонкого тела. И что происходит? Грубое тело остается. Японцы, они посчитали там, душа весит сколько-то? 8 грамм. Сколько грамм? Ну, 7 с копейкой. Сколько-то весит душа. Невозможно посчитать душу. Душа, она антиматериальный элемент. И она... Ну, тонкое тело, возможно, возможно, мыслей там было как раз грамм на 20. Душа уходит в этом тонком теле и она получает. Гадание украловка. Получает, да, следующую свою по интернации судьбу. Вот именно то, что она заслужила, то, что она наработала. Что посеяла, то и будет пожинать. Про Буду интересный вопрос. Я просто немножко расскажу, кто такой Буду с точки зрения ведических цивилизаций. Все мы знаем, да? Слово аватар. Да никакого отношения к фильму аватар не имеет. Вы знаете? Аватар на санскрит означает тот, кто не сходит. Тот, кто не сходит. И в Бхагават Пуране, величайшем произведении ведическом, это слив. Бхагават Пуран, это сливки в вед считаются. Есть четыре изначальных веды, да? Вот. И самый слив, и самая суть, она оставлена в Бхагават Пуране. И в Бхагават Пуране описываются основные, самые аватары. Те, кто не сходит деинфернации того Творца, который принимает разные формы, разные имена, но обязательно какая-то у него есть миссия. Он не просто приходит. В соответствии своей миссии у него качество. То есть у него здесь дело какое-то. Понимаете, он приходит для чего-то. В отличие от духовной Души, она должна рождаться в соответствии закону своей кармы. Да? Но Творец он не подвластит материальной энергией. Вот ее хозяин. Знаете, вы приходите в какой-то дом и там написано «злая собака». Вы заходите и действительно собака злая. И вы вообще ничего не можете сделать. Ну, хоть какой-то там, я не знаю, пятилетний малыш может искать. Жучка-надия, она услышается. Эта материальная энергия она не может как бы повлиять на Творца. Майя не может повлиять на будущего. Поэтому мы не поддерживаем философии. Майвати, которая говорит, что Майя она влияет на будущего. На самом деле. И Господь, Он приходит сюда. Мы затронем сейчас высокой сферы, сферы духовной энергии. Он приходит сюда и говорит с одной из воплощений, двадцатого воплощения после лета. Это Будда. У нее своя миссия. Когда приходит Будда? Знаете, в какой момент? Причем, он приходит практически в каждую калию. Иногда, если Творец, он может уполномочить какую-то, мессию. Уполномочить какое-то живое существо, которое тоже обладает духовной природой. Приказы говорят, сходи, как начальник, в цех, выясни, что там за фигня происходит. Когда не находишь, не только сходи, выясни, расскажи, как надо. Расскажи, как надо. Веди порядок. Веди порядок. Иногда, как бы, не находится такого же вещества, Творец сам воплощается. Поэтому Будда, он приходит после того, когда ведическая цивилизация приходит в упадок. Браманизм, вот этот, как мы говорили, о качественной системе, он приходит в упадок. Жертвоприношения браманы совершают просто, чтобы набиться с желудок. Говорят о каких-то духовных вещах, просто, чтобы пополнить казну или кошелек свои, знаете, эти кастовые пыли появляются. Браманизм приходит в упадок, и Вишну, говорит, что он приходит в этом воплощении, как Будда. Что он говорит? Отвернитесь ответом. Идите за мной. Наскорь приходит сам в этом воплощении, говорит, идите за мной. И дает им те же принципы, те же моральные качества, моральные какие-то принципы. Говорят, но не нужно следовать. Вслед за Будды приходит Шанкара. Шанкара разрушает решение буддизма. Это то, что происходило в этом воплощении. За Шанкару уже приходит Матхва. Чаот Шанкара говорит, все едино. Ребята, все одно. Ты Бог, я Бог, все одно. Приходит Матхва и говорит, нет, один не два, два не один. Найдите два одинаковых листочка, говорит, в этом на дереве. Поэтому каждый мессий, или каждой информации или каждого воплощения своя миссия и Будда, поскольку он сам творец, по-своему, это мы у него должны учиться. Все-таки обраничил. Да? Все-таки обраничил. Не то же не нам, практически, а людям, тем, кто отрыжал в тот момент. Что им нужно было на этот момент? На этот момент люди находились в двойственности, очень сильная зависимость от кастливых каких-то внешних ритуалов. Он говорит, нужно середянный путь просветления. Грубо говоря, когда учитель высшей математики приходит во второй класс и подает арифметику. Это не значит, что он знает только арифметику. Он знает высшую математику. Просто он пришел во второй класс. Что толку рассказывать о ней? Он рассказывает об арифметике. Какие-то вопросы еще можно... Соответственно, уровень учеников. Можете спросить? Чуть погромче, если можно. В основном, все, что слышишь, какие-то учения, все, по крайней мере, на поверхности в этом взгляде сводится к тому, что надо отречься от мира и идти там, отречься, да? Если какие-то, да, разделы венцы, быть именно успешным вот здесь, в этом мире, то зачем вопрос там? Не знаю, можно накормить... Это хороший, лучший вопрос сзади, вам, приз. На любом. Вопросы, если кто не слышал, все религии мира, они учат отречься всего, уйти, затворничество. Есть ли в единическом знании какой-то раздел, который учит, как жить здесь, нормально существовать в этом социуме? Есть. Ну, в общем, не знаю, имея там 100 рублей, да, можно накопить, чтобы не стоить рушей. Сейчас вначале Илья скажет на разминку. Просто, да, прекрасный был пример по этому поводу. У меня есть друг, работающий в МЧС в Белоруссии. И он был такой обычным человеком. Я приезжал несколько раз, читал лекции, значит, он прочитал денное количество хороших книг, которые я ему посоветовал. Начал заниматься и задал естественный вопрос. Он сказал, ты знаешь, вот теперь, когда у меня, грубо говоря, разум повысился, я не могу работать в этой организации, потому что там сплошные идиоты, дураки, да. Ну, они там воруют и так далее, что-то такое делают, там, я не могу с их людей находиться, потому что больше, потому что, ну, я стал другим. Вот. Вот теперь ты обязан для Бога стать директором МЧС. Потому что, наоборот, праведный человек обязан достигать как можно более высшего положения в обществе, потому что именно он должен контролировать и нести все остальное другим. Он, наоборот, обязан быть успешным, да, как бы, говорится, что богатство очень хорошо для праведного человека, потому что его богатство послужит всем другим. Плохо, когда богатство достается человеку децентричному. Негодяю. Это инструмент, да. Когда он 10 деньги у негодяя, он и заграбастовал все себе. А если дать праведному человеку, он начинает строить школы, дети получают деньги на операцию, он спасает жизнь и так далее. Это прекрасный инструмент. То есть, успешность, деньги, да, и статус, власть, все вот это вот должно заставаться праведным людям. Мало того, они обязаны этого достигать. Люди должны становиться праведным. Это служение Богу. Чем более, большего ты достиг, тем больше ты можешь охватить своей любовью, правильным влиянием, праведным, святым. Поэтому ты обязан становиться, если ты стремишься служить Богу, если ты уже служишь Ему, да, стараешься, ты обязан достигать как можно более высшего и хорошего положения. Такая мотивация другая. Не для себя, а для Него. Можно ли просто... Я сейчас отвечу один момент немножко с другой философской точки зрения. Послушайте, пожалуйста. А он все подскажет. Смотрите, сразу же. Сознание Бога означает, что как бы это его энергия. Просто сейчас попробуйте понять, что я хочу сказать. Например, это, знаете, как один человек пришел к одному святому, и тот ему говорит, да ты вор. Да как я вор? А что ты делаешь? Ну вот стекло делаю. А как ты делаешь? Ну вот беру песок, воду, огонь, там получается стекло. У кого ты берешь? Ну Господь дает. Так ты у Бога воруешь. Человек улыбнулся, понял. Смотрите, как бы ему принадлежит вся эта энергия. Как можно ответить от того, что нам не принадлежит? Ответите на этот вопрос. Если я подойду и скажу, берите сегодня, там, я не знаю, вот Ильюха, я дарю вам автомобиль Ильюхи. Покатайтесь, сколько хотите. Но мне не принадлежит. Вот это отрешение, оно искусственное. Искусственная вещь. Нам ничего не принадлежит, и мы все отрекаемся. Как нам можно отрешить от того, что нам не принадлежит? Это называется философия Шахты Паринама Вады. Нужно занять Шахты, занять энергию. И разные есть люди. Мы сейчас застроили социальный немножко аспект. И в социальной жизни, в Арнашем она называется, есть четыре типа социальных людей. Первое, это ученичество. Человек проходит ученичество. С пяти лет мальчика отдавали в руку, в школе гуру. Он его учил разным наукам, разным предметам. Дальше он становился семейным человеком. Но старости все равно рекомендовалось уже на закате лет. как бы отходить от активной деятельности. От активной деятельности человек должен мог задумываться, поскольку все равно активная деятельность, она поглощает столько энергии и времени. Какая сейчас самая известная мантра, знаете, у людей? Времени нет. Времени нет. Ты говоришь, а вот это же? Да слушай, времени нет. А вот это? Да нет времени. Все равно энергия поглощается, время поглощается. Хотя время это единственное, что у нас есть. Поэтому, вот когда говорится на каком-то отречение в данной ситуации, просто понять, что мне ничего не принадлежит. Понимаете, отречение в сознании, а не внешние какие-то вещи. Я пошел, кровать выкину, или холодильник, помойку. К сожалению, это совсем неправильное понимание отречения. Холодильник можно занять. Как Илья говорит, деньги тоже можно занять. И совсем не обязательно, что человек, он должен стремиться к этой карьере. Ему в этом, если приходит, особенно, если он не таких уж сильных усилий не прилагает, это вообще шикарно. Значит, его покармей приходят эти вещи. И тут не нужно стесняться. Бедность, это другая крайность, привязанность, другой оборот. Некоторые люди, они наслаждаются, что они бедные, знаете? Ой, я такой бедный, посмотри, у меня рваные штаны, вообще ничего нет. Другая крайность, гордость. Я. В итоге, что главное, почему? Я бедный. Это Я. Я, супер Я. Я супер бедный. Я супер отвлеченный. Я, Я. Это другая сторона привязанности, на самом деле. Когда человек понимает, что все принадлежит источнику, мы говорили о сознании, сверхсознании, да? Это означает, он занимает все эти энергии, все, что у него есть, практически, на благо всего человечества, на благо Творца. Тогда, в принципе, он и есть самый отвлеченный человек. Любой царь, который в древние века ведические, Юдхиштира, говорится, его звали не просто царь, Раджа Риши, он святой царь был. У него было такое царство, и там соседние государства, сами люди приходили, налоги хотели платить. Он был святой человек. Настолько всех он привлекал. Юдхиштира, пять тысяч лет назад был такой царь, перед битвой на Курукшетре. Да? Таких людей уважали, что Илья говорил про праведных людей. Поэтому в этом мире есть все, не хватает правильности. Немного. Вот еще, вот очень хороший момент правильный. Мне просто очень понравилось, как об этом же, вот опять же, читай, что он сказал, очень классно. Он сказал, вот есть люди на разных уровнях разума находящихся. Один человек, да, соответственно, своему разуму, какой-нибудь там, гопник со двора, да, он хочет очень простых вещей. Денег, как можно больше секса, удовольствия, жратвы в холодильнике, ну, такие совершенно приземленные вещи. А есть человек, да, который находится на более высокой, да, стадии развития, да, разума. Он хочет просветление, отречение, то есть, да, то есть, каких-то магических свойств и так далее, и так далее. То есть, да, например, святость хочет получить. Он сказал, разницы между ними нет никакой. Они оба хотят получить это себе, для себя. Не для кого-то, чтобы это, то есть, не для Бога, чтобы это использовать как качество, чтобы ему служить, а для себя. И нет разницы, хочешь ты сосиски и сексы или праведности и посветления, если ты хочешь это просто лично себе. Разницы никакой. Это просто более извращенная форма алчности. Потому что разум выше. Для этого есть анекдот, немножко, чтобы разбавить атмосферу. Ничего анекдотов, да? Да. Ну, приключилась такая ситуация, конец жизни, и священнику приходят, говорят, ты в ад, а водитель в маршрутке, говорит, ты в рай. Как так, говорит, я священник, праведный человек. Говорит, на твоих лекциях, все спали, а когда он, говорит, машину вел, все Богу молились. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В чем, товарищ, если человек, просто, святость это не самоцель, там, или сама святость какая-то, что потом, просто, ходи, там, я не знаю, я святой, нев, на себе повесить, огромные, татуировки сделать, я святой. Между материальным и духовным нет противоречия хотя бы потому, что у Создателя нет ничего халтурного. Раз есть материальное, значит это тоже хорошо. Смотрите, любую материю, которую мы занимаем на служении Духу, она одухотворяется. Железку, возьмите железку сегодня какую-то и придите к костру и положите ее в огонь. Немножко подержите, она примет качество огня, она будет горячее, покраснеет. И также материя, она одухотворяется. Ум, я не говорю только грубую материю, просто тонкую, ум. Он одухотворяется, если мы его задействуем, например, погружаем вот эту, в духовную атмосферу, в духовную энергию. Вся жизнь одухотворится может у человека. Может быть он бизнесмен или дворник. Противоречий никаких нету в правильном осознании. Это был хороший вопрос в самой жизни. Может еще какие-то есть интересные? А скажите, ожидается что-то в медическом, представителям медических, лидер, что-то особенное в этом году? Какой-то особенный переход? Ничего не ожидается. Кали-юга, ее конец. Сейчас расскажу, посчитаю. Она сейчас пять тысяч лет как назад началась. Четыреста тридцать две тысячи лет она длится, Кали-юга. Вот через четыреста двадцать семь тысяч лет ожидается приход Калти Аватары. Калти Аватара это одно из следующего воплощения после Будды. Вот приходил Будда. И Калти Аватара приходит и там уже ожидаются серьезные перемены. А сейчас какие-то мессии, какие-то святые люди, они и так постоянно рождаются. Смотрите, что такое святочник, что такое грешник. Это очень шаткая вещь. Это как лезвие бритья. Знаете, можно хорошо побриться, можно порезаться. Я видел кучу святых, которые становились грешниками. И видел еще больше грешников, которые становились святыми. Поэтому вот эти моменты. Очевидно, что, возможно, на каком-то этапе небольшом что-то может произойти. Но это ведов не описывает, что это нечто глобальное. Знаете, типа конец света. Или еще какие-то глобальные вещи. Перемены в свойствах. Перемены в свойствах, они, смотрите, каждый год. Вот вы уже, например, застали советское время. Вы уже можете отличить, что уже сейчас есть перемены в свойствах людей. Какие-то вещи очень сильно разительные. Для меня очень разительные вещи происходят. Хотя, вроде бы, казалось, мы были под гнетом коммунистов. Но я помню, еще когда пионеры, было больше добрых людей даже до какой-то степени. Понимаете? Хальюга называется тема Хальюга, что происходит в основном деградация, к сожалению. К сожалению, происходит деградация. Это просто погода. Веды сравнивают это с погодой. Просто меняется погода. Она запланирована. То дождь, то ветер, то солнце светит. Деградация запланирована. А неожидается, как последствия этой деградации, какой-то противовес? Ожидается. Он уже начался. Это мы с вами. Вместо того, чтобы просто сидеть там, посмотреть какую-нибудь Санта-Барбару, пить пиво с паркорном. Люди собираются вместе, они говорят о каких-то более владычных вещах. Он уже начался. Начался он, основной его толчок, говорится, начался около 500 лет назад. 500 лет назад, если кто-то слышал Чайтаня, да, Махапрабу. Он начал. Это движение революционное, движение непоминовения, движение возрождения, святых имен и того прочего. У него было предсказание, что это знание распространится в каждом уголке и в каждом деревушке, в каждом лесу даже. Поэтому мы как бы предсказаны. Можно вопросы? Да. Ожидается ли в противовесу этому углублению в темноту какое-то объединение в обществе, может быть, между конфессиями? Да. Да, ожидается. Но это предсказывают многие предсказатели, что люди, в принципе, в целом, они поймут, что между разными конфессиями большой разницы-то и нет. А вы делаете какие-то усилия со своей стороны, чтобы соединиться с людьми? Делаем. Но некоторые конфессии усердно не хотят соединяться. Я могу даже конкретный пример привести. Причем ни с кем. Ну просто как человек, который, в принципе, находится в этой культуре, я не являюсь инициированным, я не являюсь, так сказать, полноправным членом этой конфессии религиозной. Я нахожусь не как бы со стороны, как сочувствующей партии. Я могу сказать, что еще семь лет назад, например, на многих каких-то таких собраниях, когда собирались обсуждать физическую культуру, учителя говорили, что не надо заниматься йогой. Как бы, что есть какие-то определенные, как бы, буквально там только одно какое-то направление и все. А йога это все ни к чему, лишнее и так далее и так далее. А сейчас я, например, смотрю, что буквально семь лет прошло, ситуация очень сильно изменилась. И я вот вижу, что махаражане говорят, что это полезно для здоровья, это хорошо. Многие вайшнавы, я знаю, начинают заниматься йогой. Я вижу их на других практиках. Причем это не значит, что человек начинает там разбазариваться, и он все равно находится в луне своей конфессии. Но он приезжает, например, он видит, что происходит эта практика медитации. Он приезжает, работает над собой, получает какие-то качества. Это нормально, что конфессии обмениваются практиками, которые приводят людей к очищению. Это вполне нормально. И сейчас это уже все понимают, что все начинают объединяться и как бы опытом обмениваться. Мы лично открыты к любой конфессии, к любому диалогу. Но с другой стороны, как я правильно подметил, например, ведическая какая-то любая традиция, она не подразумевает какую-то суп. У меня есть друг, он чуть-чуть там, я не знаю, самурайского искусства набрался. Чуть-чуть йогу, чуть-чуть это, пятое, десятое. В итоге ничего толком не пустит. Хотелось бы с вами попытаться соединиться после лекции. Душевное. Пожалуйста. Отличный вопрос. Второй вопрос. Есть такое выражение. Просто это хуже воровства. Я сейчас вам объясню, есть разница между своим простой и простачок. Чуть-чуть вздумайтесь. Простой человек и простачок, это вообще не одно и то же. Есть такая история, описывается в Куранах. Верблюд, шел верблюд, он отстал от своего каравана, немножко заблудился, прибился куда-то в лес. В лесу лев, царь, царь зверей, Раджа, он сидит и верблюд к нему на поклон. Прими меня, я вот заблудился, дай какое-то свое прибежище, покровительство. Царь он должен давать покровительство. Дев говорит, все нормально, ты живи в этом лесу, все будет хорошо. Но через несколько лет случилось засох. И все стали умирать. Но у царя были его придворные, говорится, ворона, шакал и лисица. И они пришли к царю, говорят, давай верблюда съедим. Ну что, он такое колючки ест, ему нормально, а мы уже не можем. Царь говорит, я слово дал, я же царь, ну как так? Ничего, говорит, мы сами все сделаем, тебе ничего делать не придется. И вдруг утром верблюдик просыпается, открывает свои верблюжьи глазки и видит такие понурые идут. Лисица, шакал, ворона, такие усталые. И он такой искренний верблюдик, он выскочил, вы куда? Мы хотим принести себя в жертву царю, пусть он нас съест. Я с вами, я с вами, кричал верблюдик. И они пришли к царю, и царь, первая ворона выскочила, говорит, царь, съешь меня. Он посмотрел, говорит, что тут есть, вообще нечего тут. Потом шакал с лисицей, выбежали, и нас съешь. Он говорит, что вы, какой-то ерунду, собаки какие-то, я собак не ем. И верблюд, тогда меня съешь. Царь сказал, ну я же слово дал, забери его обратно. Царь сказал, ну хорошо. И съел верблюда. Вот верблюд, он простачок, понимаете, он не простой. Он простачок, глупые люди. И иногда мы за простотой думаем, какая-то тупость, какой-то примитивизм. Или мы живем, знаете, в этом мире, где мир он еще полон до сих пор, так сказать, акул. Шоу-бизнеса и акул там всякого другого бизнеса. Это просто сожрут. Просто сожрут. Если вы будете простачком в своей деятельности или еще где-то. Это не то, с чего хочет он сквозь. Но простота... А-а-а. 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 А смотрите, беспокоит ли он своими действиями других, надо спросить. Сильно беспокоит, судя по вопросу. Судя по вопросу. А, человек эгоист. А, просто эгоист. Ему наплевать на вас, на всех других. Вот я пляшу, мне тут пофиг все. Вот это вот это называется. Это не простота. Это просто эгоизм. Это просто эгоизм, да. Это просто эгоизм. Даже невозможность самоконтроля таким образом объясняется им самим для себя. Я просто не могу это контролировать, поэтому я просто буду это делать. Мне можно, я Мушкин, мне все можно. Иногда люди, они трактуют цветы писания, как хотят. Один священник мусульманский, он пришел к своему там в общину и сказал, что ж ты делаешь-то? А что я делаю? Говорю, вот написано в Коране, ешь, пей, гуляй, веселись. Он ему говорит, так написано, ешь, пей, гуляй, веселись, и ты пойдешь в ад. Ну извините, говорит, всему не могу следовать, чему могу. Сюда происходит деградация духовной традиции. Смотрите, там многие виды, духовная деградация. Ведутся эти писания, как тут, как хотят, как им в голос придет. Кто-то за них, может, Ледус тоже потрактовал. Не понимают сути, ей манипулируют. Также можно манипулировать и Бхагават-гитой, как угодно. Что-то вырвать из контекста и сказать, вот смотрите, Кришна сказал. Ему не наплевать на окружающих людей, просто вот он пришел наслаждаться здесь жизнью. Я творец, примите меня. Есть мнение, что до сих пор надо было проходить длинный путь практик, чтобы просветлиться. А сейчас можно это сделать, наступили такие времена. Просто хочешь быть счастливым, будь им, то есть мгновенно стать. Вопрос. Вопрос. О том, что в зависимости от сознания человека, там она будет скорость. А в каком сознании идет речь, если идет речь о человеке распутном, пьяном? Просто я слышала тоже эту притчу, по-моему, там речь шла как раз о том, что человек, осознавший возможность просветления, он просветляется. Тот, который сам себе создает время на просветление, он в этом времени просто застревает очень надолго. Смотрите, если, например, человек говорит, я вас люблю, я вас люблю, как это должно как-то проявиться? Если он говорит просто, я тебя люблю и все, короче. Она говорит, ну цветочек может подарить? Да нет, ну зачем цветочек? Я тебя просто люблю. Пока ты будешь хотеть просветления, ты не сможешь его получить. Ты получишь тот самый момент, когда перестанешь его хотеть. Я не знаю деталь этой истории, но суть в том, что... А, нет, там я вспомню эту деталь. Вот сейчас детали узнаем, может и поменяем. Сейчас мы соберем все. Про продвинутого человека там было то, что тебе еще пять воплощений. А почему он не объяснил все? Ну как-то еще пять. А тот сказал, тебе еще тысячи воплощений распутанных. Он возрадовался вот этому. А, он возрадовался. Это другой момент. Это же история, где у него другой оттенок. Человек может радоваться малому. Смотрите, кто-то говорит, у меня только полстакана воды. А кто-то говорит, что у меня полстакана не хватает. А тот может сказать, так у меня вот сто целых полстакана. Разный подход. Например, те скажут, тебе еще тысяча жизней. И он подумал, ничего себе, Кстас, через тысячу жизней наконец-то. Кто-то будет оскорбить, еще две целых вообще. То есть вот это тогда уже история на месте. Это просто подход к ситуации. Знаете, есть позитивные люди. Вот, с таким сдержанным оптимизмом, который все секвирно. Хотел, да, спросить там, кто-то поднимал руку. Пожалуйста, погромче, если можно. Что такое гармония? Гармония, смотрите, для того, чтобы понять, что такое гармония, мы опять возвращаемся на понять, кто такое я и кто такой творец. И когда ваши отношения, когда наши желания, они соответствуют его воле, это гармония. Когда мы сами... Это любовь уже называется. У него есть определенное желание. Как это можно понять и почувствовать? Благодаря практике. Благодаря практике. Как я говорил, нужно открыть банку и попробовать мед сладкий. Вот, практика, которую проповедуем и придерживаемся мы, она основана на мантре медитации, на медитации на звук. И благодаря потихоньку, постепенно этой медитации на звук, Кришна переводится все привлекающие, который... Рама все радующие дает радость. Хора обращение к его энергии, к природе, к хоре. И вот благодаря этой мантре, к примеру, возможно, есть еще много, в других много мантр, но вот в Кали-Югу рекомендуется маха-мантра. Человек, он постепенно, постепенно очищает свой ум и разум. Когда ум и разум очищены, они называются просветления, он может почувствовать вот эти энергии. Но пока этого не происходит, еще раз говорится, нужно человек, который может помочь и подсказать все-таки, как действовать в той или иной ситуации. Поэтому духовная жизнь, она, в принципе, она связана с обществом, других людей, которые тоже практикуют. Это легче гораздо. И, во всяком случае, в этот век, чтобы нам не уходить в горы, гималая, не сидеть на оленьих шкурах, вот. Нужна какая-то община. И, соответственно, есть люди, которые чуть-чуть побольше знают, чем мы всегда. И когда это произойдет, вы сами это почувствуете. Это будет ваш опыт. Вы знаете, как вот мне говорят, как понять, я напился или нет? Или наелся? Голоден я или нет? Это не сложно вообще даже. В моем случае, всяком случае, это несложно понять, голоден ли я или нет. Если я хочу есть, значит, я голоден. Если я чувствую сытость. Здесь то же самое, придет наполненность. Вы ее почувствуете. Вот эта наполненность, она будет наполнять сердце. Вы почувствуете, это другая наполненность абсолютно. Иногда может человек такие эмоции ощущать, просто неописуемые. Радость, слезы, дрожь по телу даже. Просто он что-то сделал кому-то такое вот, в нужную попал или в нужном русле. Просто такая радость, что просто у него слезы. Есть слезы горя, а есть слезы радости тоже. Вот разные эмоции. Поэтому вы почувствуете эту наполненность. Любовь, она не на платформе ума находится, поймите. Поэтому иногда, вроде бы, мы понимаем, что нельзя любить. Но чувства как бы влекут. На платформе даже интеллекта находится всего лишь философия. Поэтому кто лучше логику знает, тот и лучший философ. Разные школы, они спорят, начинают. Побеждает тот, кто просто всего лишь лучший логик. Вот и все. Но любовь, когда мы говорим о любви, вот это божественное сознание, это вот непосредственный опыт, непосредственные переживания, которые вы можете наполнить сердце, ощутить. Но, что интересно, что все эти переживания, они уже описаны, потому что им можно спутаться, запутаться. Каждый уровень сознания, он уже описан в Писаниях. Есть 8 ступеней, 8 таких ступенечек лестницы, начинающих от шрадхи. Шрадхи – это просто доверие процесс. Ну, вроде неплохо говорят, да, интересно, доверяют. Дальше идет практика и посередине шрадхи. Шрадхи – это твердая вера, ваш твердый опыт, убеждение ваше, общение с Богом. Но это еще не любовь. Любовь на санскрих называется према. Она гораздо выше. И каждой ступени соответствуют симптомы. Знаете, как лакмусовая бумажка. Человек может говорить, что я душа, а живет как тело, например. Он может говорить умные, красивые вещи, правда? Знаете, как в этой одной истории, один мальчик, он болел диабетом, но у него нельзя было есть сахар. И мама привела его к врачу, говорит, можете сказать врачу, чтобы он сахар прекратил есть? Он говорит, приходи через месяц. Они пришли через месяц, он говорит ребенку, не ешь сахар. Ребенок перестал есть. Мама спрашивает, а что вы месяц назад не могли сказать? Говорит, так месяц назад я сам его ел. Понимаете, практика должна быть духовная. Если мы иногда... Что такое лицемерие? Человек говорит красивые вещи, а по-кому он живет совсем даже не так, как он говорит. Лицемерие, когда его слова расходят с его поступками и с его мыслями. Такой человек лицемер называется. Духовная практика, она не терпит лицемеров. Как бы она терпит внешне, вы можете обмануть сотню людей, сказать, что вы такое, рассказать красивые вещи. Но творца невозможно обмануть, потому что он в каждом сердце находится, обладает сознанием. Как две птицы, они сидят на одной ветке, описываются. Одна птица на себе плоды своей кармы клюет, вторая наблюдает, что она делает, эта птичка. КОНЕЦ! КОНЕЦ!